Ну что ж, мы продолжаем наш разговор об очередном туре чемпионата России и сосредоточимся на его центральном матче. Локомотив принимал «Зенит». И это встреча, которую ждали многие, но, как мне кажется, эти самые многие, ожидавшие матч, были разочарованы качеством игры, зрелищностью и так далее. Это был, что называется, осенний футбол, когда чемпионат только начинается, когда команды еще не разогреты, только-только выходят на какой-то пик формы, и когда видно, что и те, и другие не работают на 100%. Ну и к тому же, мне кажется, что и «Зенит», и «Локомотив» играли в каком-то, знаете, перестраховочном стиле. Они опасались ошибок, они опасались косяков, и в результате мы видели ту встречу, где команды скорее пытались избежать своих ошибок, нежели создать опасные ситуации у вару с соперника. Возможно, поэтому и получился такой малособытийный матч, где желтых карточек было больше, чем опасных моментов. Ну да ладно. Давайте разберемся с этой игрой, проанализируем ее, и попытаемся понять, как играл «Зенит» и как играл «Локомотив». Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания «Балтбет» продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте «Балтбет», а также введете промокод 20Калуцкий21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну и начинаем мы, конечно же, со стартовых составов. Если говорить о «Зените», здесь были определенные нюансы, достаточно неожиданные. Например, оборона предстала не в том виде, в котором мы ожидали. Здесь в центре защиты появился Дуглас Сантос вместе с Дэном Ловреном. Сама по себе появление бразильца в центре защиты не является какой-то сверхэкспериментальной фишкой от Симака. Он и в прошлом сезоне достаточно часто эксплуатировал бразильца на данной позиции. Но в этом есть существенный минус. Он очень низкий. Для позиции центрального защитника у Сантоса очень низкие показатели роста и веса. И поэтому здесь, в плане силовой игры, его могут, что называется, продавить. Ну и что характерно, на второй тайм в центр защиты уже вышел Чистяков. Что касается флангов, слева появился круговой. Вот шанс для него. Он здесь заменял как раз-таки Сантоса. Справа караваев. В центре полузащиты появился, ну, в качестве опорника Бариос, плюс группа поддержки в лице Винделла и Кузяева, которые также ситуативно достаточно часто появлялись в центре поля, но у них была более свободная роль, разумеется, в сравнении с Бариосом. Ближе к атаке действует Малком, но и впереди, внимание, нету Дзюбы. Играют Азмун и Ерохин. Ну, в каком-то смысле Ерохин здесь предстал в виде Дзюба-заменителя, потому что он тоже очень высокий, очень мощный и тоже способен великолепно играть на втором этаже. Ну и более того, у Ерохина, несмотря на его универсальность, у него все-таки основной позиции, насколько я помню, считается именно центром нападения. То есть он может играть почти где угодно, даже в опорной зоне. Но лучше всего его применять именно в центре атаки, потому что там его сумасшедший рост и физика особенно ценны. Ну и да, на воротах, понятное дело, Миша Киржаков. А его оппонент на воротарской позиции Локомотива – это Гильермо. Для меня очень интересное противостояние, потому что в свое время, когда Гильермо вызывали в сборную России, я настоятельно рекомендовал тогда еще Черчесову в своих видео взять вместо Гильермо либо Белинова, либо Михаила Киржакова. Но это было в те времена, когда Гильермо не впечатлял своей игрой за клуб. Потом, правда, получилось так, что Гильермо начал здорово играть за Локомотив, и именно в этот момент Черчесов перестал его вызывать. Но это такое. Для меня было интересно посмотреть на дуэль этих двух голкиперов, которые, на мой взгляд, немножко недооценены нашими болельщиками. Ну и, разумеется, Гильермо в качестве капитана здесь Локомотива в центре защиты Е2. И здесь же играет Пабло справа Живоглядов. Это, кстати, ну, как сказать, немножко неожиданное решение. Многие ждали здесь Сельянова, кто-то ждал вообще Рыбчинского. Но здесь появился Живоглядов, который, на мой взгляд, в сравнении с другими вариантами, является более осторожным игроком для данной позиции. Слева Рыбус. В центре поля Куликов и Маккеев. Здесь уже ярко выраженный оборонительный крен, потому что, когда с тем же Куликовым играет Крыхобьяк, нам понятно, что это футболист, который и вашим, и нашим. Который в атаку много подключается и так далее. А здесь максимально оборонительная связка из двух чистых опорников. Можно сказать, дубль-пивот. Как принадлежать в Испании про связку из двух классических стоперов. Зато большая группа атаки. То есть, с одной стороны, осторожный центр поля. В обороне появился Живоглядов справа, который не так много подключается к атакам. Зато, опираясь на эту оборонительную мощь, могли действовать футболисты передней линии. А здесь и Камано, и Зе Луиш, и Смолов. То есть, в каком-то смысле, три нападающих. И плюс Рифа Джамалединов. Короче говоря, здесь схема Локомотива была, с одной стороны, оборонительной. Но на эту оборону, так скажем, наслаивалась очень большая атакующая группа. И я думаю, здесь очевидно, что Локомотив пытался сделать ставку на контр-атакующий футбол. То есть, максимальная плотность в середине, осторожная схема, но при этом большая группа атаки, которая могла моментально вырываться вперед и создавать там хорошие моменты. И причем, ребята-то все бегущие. То есть, тот же самый Камано, Жамалединов, летучие фланги. Хотя, понятное дело, что они много смещались в центр, но формально-то они были на флангах. Смолов тоже достаточно подвижный нападающий. Ну и Зе Луиш, который может, что называется, вытягивать верховые подачи издалека и доставать их за счет своего атлетизма. И в результате Локомотив в этой встрече предстал скорее оборонительной командой. Ну, в первом тайме, во всяком случае, уж точно, нежели наступательной. Если мы посмотрим по статистике, то в первом тайме Зенит владел мечом больше 60% времени. При этом добиться какого-то существенного преимущества по ударам ему, конечно же, не удалось. Потому что игрушка была закрытая, во-первых, а во-вторых, очень жесткая. Как мне кажется, ни те, ни другие не хотели рисковать и не хотели лезть вперед прям уж большими силами. То есть тот же Зенит, он владел преимуществом в контроле? Да, конечно. Но не было каких-то, знаете, масштабных таких комбинационных атак в стиле Барселоны, когда вся команда просто окружает штрафную соперника и давит. Нет, Зенит тоже пытался перестраховываться, тоже все время держал защитников достаточно глубоко и близко к своим воротам, к своей штрафной. То есть не было какой-то сверхвысокой линии обороны у Зенита. Ну а Локомотив, в принципе, избрал контратакующую тактику и в ней, в общем-то, пытался сдерживать Зенит. В этом была определенная логика, как мне кажется, потому что Семак и его футбол, он мало приспособлен, скажем так, к тому, чтобы вскрывать плотную и, главное, организованную оборону. А здесь, в общем и целом, если не считать отдельно взятых косяков, Локомотив держался в защите неплохо. Также очень важно, что в первом тайме Локомотив существенно превзошел соперника в верховых единоборствах. У Лока более 60% выигранных верховых дуэлей. То есть здесь игроки и обороны Локомотива, и атаки достаточно успешно действовали на втором этаже. И вот учитывая то, как важно для Зенита выиграть воздух, как для них принципиально вот именно силовая манера игры, здесь Локомотив смог перекрыть кислород и на втором этаже. Ну а что касается бразильских технорей, Венделл, Малком, был бы Клаудинию, и он, наверное, тоже появился бы, но он пока что на трибунах наблюдает за матчем. Так вот, эти латиноамериканцы пытались брать игру на себя, но в условиях максимальной плотности Локомотива это не особо у них получалось. Касательно флангов обороны, наши ребята Круговой и Караваев подключались вперед, но инициативности не хватало. То есть они, как при этом говорить, отбывали номер. Они подключились по флангу, получили снаряд и чаще всего откатывали его обратно в центральную ось. Локомотив мог достаточно успешно обороняться против Зенита, который не играл широким фронтом. Ну и при этом, как я уже сказал, много было стыков, и в одном из них Кузяев должен был получать вторую желтую карточку. Там был фол, я считаю, что это был фол на горчичник, и здесь Карасев просто просмотрел этот момент. Впрочем, знаете, мне кажется, что здесь Семак допустил ошибку с Кузяевым. Долер вышел с какой-то излишней агрессией на этот матч, и он буквально искал второй горчичник. И Семаку нужно было либо провести воспитательную беседу с Долером, либо его вообще снять с игры. Вот, например, Локомотив после перерыва снял с игры Рыбуса, который висел на желтой, чтобы он не нарвался. Хотя там вроде у поляка и повреждение было, но так или иначе. Это было сделано в том числе и для того, чтобы избежать красной. А вот здесь Кузяев продолжил нарываться на вторую желтую и нарвался-таки на нее и получил ее. Что, конечно, резко поменяло вектор игры, и второй этап выдался несколько другим в плане картинки. Хотя здесь следует признать, что Зенит парадоксальным образом смог прибавить именно после удаления. Может быть, на эмоциях, может быть, еще как-то. Здесь Зенит полез вперед, и у них были шикарные моменты. Там было несколько минут, в которых было больше опасности, чем во всей предыдущей встрече. Там Азмун должен был забивать другие моменты. Малкома сбили в опасной атаке, и некоторые даже заметили здесь фолл последней надежды. Хотя, конечно же, его там не было. Там был параллельный защитник Локомотива, который бежал параллельным курсом. Поэтому никакого здесь фолла последней надежды даже близко не было. В общем, игрушка здесь раскрылась после удаления, и несколько минут мы посмотрели действительно качество нового футбола. Ну а так, что характерно, здесь даже замены тренеров были в чем-то похожи. Что вот характерно в этой тренерской дуэли. Вот, например, сразу после перерыва оба наставника заменили левых защитников. Зенит снял Кругового, выпустил Чистякова, который перешел в центр обороны, а Дуглас сместился на левую бровку. Ну а Локомотив, как я уже сказал, снял Рыбуса и выпустил Текнезяна, футболист, который, на мой взгляд, в будущем станет основным левым фуллбэком для Локомотива. Ну и, как я сказал, во втором тайме после удаления игра кардинальным образом поменялась, потому что теперь уже Локомотив владел подавляющим контролем снаряда 70% на 30%. Но при этом, обратите внимание, ударов-то больше у Зенита, 6 против 3. Ну и в целом Зенит после удаления заиграл лучше, что, конечно, парадоксально. Но с другой стороны, как я уже говорил, Зениту неудобно играть первым номером против закрытого соперника. Поэтому здесь, когда Локомотив полез вперед, начали появляться моменты как раз-таки у Зенита. Парадоксально, но факт. Ну и в результате произошел тот самый прорыв со стороны Азмуна. И вот здесь как раз видно, как здорово Зенит играет в тех ситуациях, когда в обороне соперника появляются пустоты. И туда моментально устремляются футболисты Зенита. Здесь Азмун прорвался один на один Гильерме. Тот спалил пенальти. И Сутармин, вышедший со скамейки, забивает мяч. Кстати, касательно скамейки Зенита. На мой взгляд, Семак как-то слабо ее использовал. Все-таки у Зенита, наверное, резерв даже получше, чем у Локомотива. Но в результате мы видим, что первая замена она вообще скорее в обороне. Чистяков вышел в центр защиты. Потом появился Сутармин. Ну и только потом Зюба и Мостовой. То есть лидер команды Артем Зюба плюс Мостовой. Самый лучший, так скажем, резервист Зенита. Мастер выхода со скамейки запасных. Не совсем понятно, почему так затянул вот эту перестановку, в общем-то, тренера Зенита. Почему Сергей Богданович так долго ждал момента для выпуска этих футболистов. Мне кажется, если бы они появились раньше, то могли бы принести куда больше пользы. Особенно в тех ситуациях, когда Зенит вылетал в контрвыпады на свободных зонах соперника. И здесь, я думаю, тот же самый Мостовой был бы невероятно полезен. Тем более, что вот и Сутармин появился с его скоростью. И здесь бы еще и Мостовой появился. И тогда бы вообще началась великолепная скоростная игра в контратаках. В общем, как-то, мне кажется, здесь Семак упустил данный нюанс. Не использовал свои замены на 100%. Что касается соперника, то вот Николич, как мне кажется, работал несколько эффективнее. Здесь были интересные такие ходы. Ну, например, появление Рыбчинского на правом фланге. Сперва Рыбчинского выпустили в полузащиту, а потом сняли Живоглядова. И передвинули как раз сюда Рыбчинского, чтобы добавить фланговой активности. Лисакович на острие появился и так далее. В целом, мне кажется, Локомотив эффективнее использовал свои замены. Да, у Зенита единственный гол забил Сутармин, вышедший со скамейки. Но, повторяю, Семак здесь мог куда эффективнее использовать свой резерв. Ну и, как я сказал, Зенит забил с пенальти и точно так же ответил Локомотив. Таким образом, Карасев и, в принципе, судейская бригада оказались центральными персонажами данной встречи. Поэтому, в отличие от ситуации с Кузяевым и не показанный второй желтый, по пенальти нет никаких вопросов ни по первому, ни по второму. Дэйн Ловрен в эпизоде с Жамалединовым, как мне кажется, действовал неаккуратно. И вообще, как-то Хорват, знаете, нестабилен. Вроде как чувствуется класс в его игре. Но поэтому он регулярно косячит. И в результате 1-1 матч получился, ну, скажем так, не самым событийным, но была парочка ярких эпизодов. Ну и, конечно, вот этот судейский вопрос, вот эти судейские решения, они сейчас будут обсуждаться чуть ли не больше, чем сама игра. Потому что некоторые заявляют, что на Малкоме фалили на красную карточку, что там был фол последней надежды. Эпизод с Кузяевым будут обсуждать. Кто-то, возможно, даже прикопается к пенальти, хотя, на мой взгляд, здесь вопросов никаких нет. В общем, будут это все обсуждать. Ну и мы, конечно, тоже можем это обсудить в комментариях к данному видео. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!